Как не важны для нас отношения со стремительно растущими гигантами Индией и Китаем, но есть страна, вызывающая особый исторический интерес среди нового спектра наших предпочтений. Ее значение уникально, если учитывать ее место не только по соседству, но и по одну сторону с нами на нынешних мировых баррикадах. Это Иран или по-русски Персия. Иран – наследник древнейшей мировой цивилизации, созданной Субрасой Индаариев, находящейся в кровном родстве как с кастами Индии, так и с некоторыми народами, населявшими или населяющими в наши дни просторы нашей родины, а именно с кифами, сарматами, аланами, осетинами. Ближайшая родня Персов проживает также в Таджикистане. Как показали исследования, в русских, которые являются потомками тех антов и склавинов, что выросли на путях миграции протеиранских контингентов, течет частица общей с иранцами крови. Были времена, когда персам подчинялись и многие другие народы на Ближнем Востоке и в Малой Азии. Персы же сами, даже пройдя через тяжелейшие испытания, сумели сохранить и независимость, и самобытность. Именно Ирана таджикской поэзии было суждено подарить миру многих выдающихся поэтов, начиная с Амара Хайяма. Именно в шиитской традиции сохранилось право художника изображать людей, животных и даже демонов, жителей иного мира. Глубокое своеобразие истории культуры Ирана, его богатство всегда притягивали к этой стране внимание русских путешественников, купцов и авантюристов, начиная от Афанасия Никитиной и вплоть до Стеньки Разина. Не раз между нашими странами натягивались нити политических союзов и сотрудничества, особенно в 17-м и в 20-х столетиях. И хотя порой случались периоды взаимного охлаждения и даже войны, но в целом идеология добрососедства превалировала. А в наши дни она переросла в политику взаимной поддержки. Россия, ведущая свою государственность официально с 869 года, и Иран, справивший в 1971 году свое 2500-летие, являются государствами, занимающими важное геополитическое положение, обладающими большими запасами стратегически значимых полезных ископаемых и большими человеческими ресурсами. Иран – это самое большое по территории государства на Ближнем и Среднем Востоке. Треть границ Ирана – морские. Россия и Иран – вековечные природные партнеры по освоению богатств Каспийского моря. По запасам нефти Иран занимает одно из первых мест в мире. Богат Иран и природным газом, а также таким стратегически важным сырьем, как медные руды, хромиты, никели, кобыль. Наши страны давно и плодотворно сотрудничают в сфере ядерной энергетики, разработок нефтяных и газовых месторождений, транспортной сфере. Иран также заинтересован в российском рынке для сбыта своих товаров, прежде всего изделий текстильной, пищевой промышленности, морепродуктов. Россия традиционно расположена к хорошим отношениям с Ираном. Мы не вмешивались в его внутренние дела ни тогда, когда во главе стояла династия Пехлеви, ни когда после революции на смену шахскому режиму пришла Исламская республика Иран. Самостоятельность Ирана вызвала на Западе резкое отторжение. И он, можно сказать, протарил путь жертвы экономических санкций, по которому теперь пустили и Россию. Но Иран сама, как страна, была под санкциями, есть уже более 30 лет, 30 лет. И Иран пережил очень тяжелые, очень жесткие и серьезные санкции. Иран, безсомненно, не приветствует санкции против России и не желает санкций против России. Но и читает, что санкции не только не решают вопросы, но и осложняют ситуацию между странами. Оглядываясь назад и признаваясь, что Россия не всегда была последовательна и принципиальна в неприятии санкционного подхода, еще совсем недавно при президенте Дмитрия Медведеве Россия проголосовала за все четыре санкционные резолюции Совета безопасности по Ирану, следует признать, что если бы не Россия и Китай, то Иран, скорее всего, давно мог бы стать объектом вооруженной интервенции Запада, как это произошло с Ираком и Афганистаном. Сегодня, когда Россия и Иран оказались, по сути, в одной лодке западных санкций, возникла необходимость с ней сближаться и больше доверять друг другу, учитывать интересы партнера. Наши экономические взаимоотношения надо поднять серьезно, но у нас есть уже основа, подписана большая торговля экономических соглашений, еще подписан контракт строительства АЭС Бушер 2-й и 3-й тоже. Большие перспективы есть для импорта зелени и овощей и фруктов из Ирана, еще молочных продуктов и мясных продуктов. У нас есть хороший опыт сотрудничества по Сирии, сейчас повторяется по Ираку тоже, мы можем и по Кавказу тоже сотрудничать, в Центральной Ады тоже сотрудничать. Я считаю, что нам нужно очередные шоки, чтобы осознаться и узнать, что есть и Восток, есть и наш регион. 29-30 ноября глава российского Минэкономразвития Алексей Улюкаев посетил Тегеран. Время для визита было выбрано не случайно. После провала переговоров в Вене по ядерному досье Ирана поубавилось иллюзий о возможной нормализации его отношений с США и Евросоюзом. Зато значение совместных российско-иранских экономических проектов наоборот возросло. Что входит сегодня в так называемый иранский портфель контрактов, готовящийся к реализации? Во-первых, и в главных, атомный контракт. Россия, построившая АЭС в Бушере, продолжит сооружение ее второй очереди и строительство новых станций. Во-вторых, энергетический мост между Россией и Ираном. Речь идет о контракте стоимостью 8-10 миллиардов долларов, который предусматривает строительство новых генерирующих мощностей и практически полную модернизацию иранских распределительных электросетей. И, наконец, это железнодорожный контракт, оценивающийся в полтора миллиарда долларов. Он предусматривает российское участие в модернизацию железнодорожных путей Ирана, в том числе электрификацию части этих путей. Продолжается обсуждение так называемого большого нефтяного контракта между Россией и Ираном, предусматривающего поставку в Россию иранской нефти на общую сумму 20 миллиардов долларов, оплата которой будет производиться российской промышленной продукцией и инжиниринговыми услугами. Сама перспектива такой сделки вызвала нервную реакцию госсекретаря США Джона Керри, пригрозившего России за это новыми санкциями. США после десятилетий угроз экономической блокады в отношении Ирана перешли к попыткам заполучить контроль над его огромными энергоресурсами или, по крайней мере, использовать их во вред России для конкуренции с ней. Субтитры создавал DimaTorzok